Коллеги, в этом видео мы с вами выясним, откуда берется имущество, которое продается в секции приватизации. Официальное название этой секции – продажа государственного и муниципального имущества. Итак, что же такое приватизация? Приватизация – это возможное и возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и собственность физических или юридических лиц. Имущества, реализуемые в ходе приватизации, могут приобретать как физические лица, так и юридические. Далее в этом уроке нам потребуется понятие активы. Что же такое активы? Активы – это имущество предприятий, которыми оно распоряжается в ходе осуществления своей деятельности для получения прибыли. Говоря простыми словами, если у вас есть квартира, вы сдаете ее в аренду и получаете за это деньги, это и есть актив. У вас есть машина, вы сдаете ее в аренду для такси и получаете деньги, это также актив. Активы бывают профильные и непрофильные. Профильные активы – это активы, необходимые для осуществления основного вида деятельности. Непрофильные активы – активы, не участвующие в осуществлении юридическим лицом основного вида деятельности. Давайте разберемся на примере Сбербанка. У Сбербанка есть помещение, в котором оно осуществляет свою деятельность. Там стоят банкоматы, работают кассиры, операторы. Это помещение работает на Сбербанк. Оно ему необходимо для осуществления своей деятельности. И также у Сбербанка бывают какие-либо квартиры, которые остаются у них в залогах. Это пример непрофильного актива. Сбербанк не может сдавать квартиру и получать от этого деньги, потому что актив не является основным его видом деятельности. То есть это непрофильный актив. Следующее важное для нас сегодня понятие – имущество, обращенное в собственность государства. Или по-простому обращенное имущество. Что же это такое? Это могут быть клады, конфискованное имущество, бесхозное имущество, невостребованное наследство и так далее. Такое имущество поступает в собственность государства и далее оно, как правило, продается также с торгов. Итак, откуда же берется имущество в секции приватизация? Во-первых, коллеги, это собственно процесс приватизации, то есть передача государственного имущества в собственность граждан. Ежегодно администрации городов, районов и муниципальных образований составляют график приватизации. Этот график публикуется на сайтах администрации. Далее непрофильные активы госкорпораций. Мы уже выяснили, что они также должны быть проданы с торгов. И, наконец, высвобождаемое военное имущество. С этим, я думаю, все понятно.